добрый день дорогие гости моего канала поздравляю вас всех с началом лета сегодня 1 июня лето началось пусть солнышко греет вас тепло и приятно пусть птички поют весело у вас и в сердце и в душе будет покой я сегодня для своих внуков решила по-быстрому испечь что-нибудь но на дрожжах не буду заводить тесто а сделала тесто на кефире с содой вот такое вот тесто у меня получилось такое хорошее вот и сейчас я буду делать и не пирожки и не чебуреки что-то такое между ними среднее ну чтобы побыстрее получалось поэтому я решила такое тесто приготовить в этом тесте нет ничего сложно кефир сода значит к нему чуть-чуть сахара чуть-чуть соли растительного масла несколько ложечек и муки вымесить тесто хорошо но не очень забитая чтобы она была нежная такой вот так вот я поднимаю тянется такое тесто у меня получилось я кусочек теста взяла положила на стол вот так вот его разровняла руками сейчас положу на него фарш я сегодня буду мясную еду делать ребятам своим кладу много хорошо на одну половинку но по форме похоже на чебурек ну конечно же это не чебурек второй половинкой закрываю и защипываю края но на чебуреке тесто пресное плотное а здесь больше воздушное тесто вот такой вот вот такую я сегодня выпечку приготовлю вот у меня уже готовы три штучки такие жду на сковородке разогревается масло и буду выпекать в масле жарить сковородку налила масло ну наверное с палец по высоте на донышке вот так с палец вот так кривой мой палец ну ладно кладуш первый первую кладу нашу лепешечку такую и вторую кладу две штучки помещаются только в общем жарим с одной стороны потом с другой стороны огонь не очень большой больше даже на маленький похож и пусть жарится можно конечно ложкой масло поливать на них если у вас есть время свободное мне же нужно делать следующие заготовки и поэтому ложкой нам а на ложкой поливать ей не очень то наверно буду как получится так и получится готовлю следующую партию вот я их уже перевернула корочка хорошая получается и они сами пышные толстенькие вот какие продолжаю работать и делать следующую друзья сегодня матвея первых нам пришел потом уже богдан пришел пришел такой улыбается и говорит бабушка сегодня у меня праздник я говорю да и у меня тоже ребенок у меня же говорю мама вот бабушка а не твоя прабабушка аня а я ее дочь значит и я еще дитё праздник и у меня он говорит нет я говорю ну как же нет у меня тоже праздник сегодня вот я им купила ребятишкам и настроенную по мороженому по большому я им купила по шоколадке ну а еще вот нажарю вот этих вот вкусняшек будем чай все вместе пить и праздновать этот день защиты ребенка первые два готовы уже следующие два жарятся жарю в такой сковородке старый потому что я могу здесь работать вилкой металлической и он мне очень нравится вообще современные сковородки мне не очень то нравится не знаю и с ними надо очень очень осторожно все делать а когда надо быстро то осторожно не очень то получается и куда дальше друзья фарш у меня обычный мясной с луком две большие головки лука я туда положила перец соль какую хотите приправу можно добавлять по вкусу я вообще-то хотела зеленый лук добавить забыла но с таким луком с белым с репчатым ну а в тарелке уже прибавляется а ребята уехали на велосипедах покататься праздновать день защитников детей и смотрите сколько я напекла вот этих вот не чебуреков вот еще один последний допекается получилось нечетное количество на сковородку входят только два они большие они размер с мою ладонь вот сверху совсем горячий внизу попрохладнее сейчас я вам разрежу покажу как они выглядят внутри приготовила дощечку беру снизу потому что верхний очень горячий ну и конечно же разрезаю если форма у вас неправильная получится это даже еще лучше дети наоборот выбирают что-нибудь бракованное неправильной формы вот что у меня получилось мяско конечно можно было сделать просто обычные чебуреки тогда бы они были тоненькие хрустящие а эти мягкие зато мама их сможет кушать посмотрите как я их уложила интересно колодцем внутри дышат дышат вот если вам некогда приготовить настоящие чебуреки или пирожки настоящие дрожжевые вот это кефирное тесто очень даже выручает кстати ребята уже приехали сейчас я их буду чаем поить а еще я сегодня испекла хлеб вот друзья мой хлебушек вот такой он у меня получился я его сделала с семенами льна с семечками подсолнечника вот такой красивый вот такой красивый хлебушек на несколько дней нам хватит этого хлеба ну друзья мои пока ребята наши пьют чай я вышла снова в огород я без конца сюда выхожу то одно то другое нужно посмотреть и хотела показать вам как у нас калина цветет еще не полностью расцвели вот эти вот соцветия по кругу сначала начинает цвести а потом уже серединка расцветает все незабудки у меня цветут здесь под калины а там очень много их сколько раз я вам уже показывала незабудки свои а сейчас хочу показать вам Славину работу что он сделал и что мне сегодня предстоит еще делать посмотрите вот эти это первая грядка которая 40 сантиметров это он мне отдает под цветы здесь я сегодня вечером буду высаживать цветы вторую грядку залил вторую сторону она еще стоит в опалубке вот когда он ее снимет тогда вот эту землю разровняет и там можно что-то посадить тоже так что работа движется представляете у нас вчера пропал цыпленочек один из-под курицы черненький один цыпленочек который похож на пингвина я утром пришла одного цыпленка нет три три черных три белых и один серый два черных осталось я везде его искала нигде нет нигде нет думаю наверное его или крыса украла дверь-то дырка на улицу отверстие открыто куда куры выходит в вольер может и крыса забежать туда может быть и схватила цыпленочка я переживала переживала а потом во второй половине дня снова пошла туда посмотреть кончилась ли вот цыплят вода хотят ли они кушать зашла я в сарай и слышу текает один цыпленочек не как все а прямо так громко пик 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 думаю так только текает цыпленочек который потерялся и курица беспокоится на сетках квокчит квокчит крылышками машет я посмотрела под курицей также два черных три белых один серенький а потом вниз опустила глаза смотрю тут где большие куры где у них гнезда на полу бегает черный цыпленочек и он какой-то растерянный полдня же один провел где-то где он спрятался и как он вылез я так до сих пор и не знаю никто не знает слава ходил в сарай тоже его искал смотрели может быть он выскочил как-то куда-то через эту сетку хотя сетка ячейки маленькие в общем я закрыла отверстие чтобы куры большие сюда не зашли я поймала этого маленького черненького комочка и посадила снова к на сетке а он залез сразу греться он немножко остыл видно но потом к вечеру уже все было хорошо все в порядке пик жив все хорошо еще хотела сказать что мы в канун лета купили себе снова цыплят бролерных но в этот раз уже 10 штук будем растить на мясо но купили не совсем маленьких суточных или трое суток а уже две недельки им было поэтому у нас прибавление в хозяйстве снова голова буря и но а и ты это это к не в Субтитры создавал DimaTorzok Ну а это для тех, кто хочет очень сильно потискать нашего котика Сильвестр, вот он ласится, как он любит, чтобы его гладили Смотрите, голову клонит к моей руке Такой вот привет, кошачий привет вам лапкой Пока, до новых встреч!